Всем привет, меня зовут Иван и вы на канале Моминс оф Тарков. Сегодня я хочу поговорить о такой геймплейной фишке игры, как подсумок, защищенный подсумок. Я думаю, все знают про эту фишку, все ей пользуются активно. Это, так сказать, контейнер, который находится на персонаже, его нельзя снять с персонажа, то есть с вашего трупа его никто не может снять. Их есть несколько разных, отличаются в основном они по объему, ну и в случае с капо-контейнером самым крупным, по тому, что можно туда положить. Обладатель стартового пакета стандарт-эдишн имеет подсумок альфа. Альфа-подсумок это кейс 2х2. Дальше идет бета у средних изданий 2х3. И на издании за 5000 рублей гамма-подсумок 3х3. Также у нас еще присутствует эпсилон-подсумок, который дается по квесту прапорщика 2х4. И самый большой капо-подсумок, который дается после выполнения квеста скупщика, который один из последних квестов этой игры. Один из таких сложных за счет того, что некоторые предметы не всегда возможно найти, такие как антикварная книга. И вот сама эта механика мне не очень нравится. Объясню почему. Первая причина, ну как бы реалистичность, причина сомнительная. Первая причина это нереалистичность того, что в этот подсумок можно положить все что угодно. Именно вот в эпсилон, гамму, бету и альфу. Очень часто игроки с фуллпаком, которые имеют гамму-подсумок, кладут туда различные кейсы. Как патронный кейс, магазинный кейс, пистолетный кейс. Это выглядит очень странно. Я надеюсь это пофиксят. Просто представьте, на вашем персонаже может быть, помимо всего прочего, огромный ящик, в который влезает 18 магазинов, как в примере с магазинным кейсом. Причем магазинов можно туда положить 60 патронных. И они абсолютно никак не мешают. Вы их с собой носите и вам не надо даже носить с собой магазины в разгрузке. Вам можно ходить с разгрузом дикого и просто менять магазины в процессе боя. Мне эта механика не нравится. Механика очень странная. Мне кажется, от нее надо избавляться. Также многие игроки, в принципе, носят в этом подсумке так называемый джентльменский набор. Как его начали сейчас все называть. Это шина, аптечка, обезболивающее и ключница. Либо папка для документов. И если с папкой для документов и ключницей, я еще согласен, что их там можно носить. Потому что все-таки механика ключей у нас есть. Эта механика довольно серьезная. Она нужна всем сей и пользуется активно. Потому что многие двери по квестам, да и в принципе, где есть полезный лут, открываются ключами. А ключи терять не хочется, потому что многие из них стоят очень дорого. И найти их довольно тяжело. Как, например, красную ключ-карту, которую многие люди за 100 и за 200 рейдов найти не могут. Так что у меня вот нет претензий к ключам, но ко всему остальному у меня есть претензии. Мне кажется это, ну, очень странным. То, что можно огромные какие-то предметы там таскать. Да ладно, даже предмет, а то оружие можно в принципе положить. За исключением капа контейнера. У него свои есть ограничения отдельные. Оружие, шлема, броню. Все туда можно запихать и радостным бегать. Это вот одна из причин. Сомнительная правдоподобность данной фишки. Вторая причина, по которой мне не нравится этот кейс. Да, в принципе, не то чтобы мне сильно не нравилось, но я уверен, что причина не нравится многим игрокам. Это само существование топористов. То есть люди, которые не просто бегают с топором вынуждены, это их геймплей. А люди, которые с топором бегут в какие-то места появления ценного лута, чтобы схватить их, закинуть в подсумок и вообще просто выйти из рейда. Нажать кнопку выход. Как бы они ничего не потеряют из этого подсумка. И сама вот эта механика подсумка, она просто плодит таких людей, которые не хотят ничем рисковать. С одной стороны, да, это как бы их решение, но она теряет весь смысл. Ну, как бы теряется весь смысл. Я считаю, что подсумки плодят топористов. Так что сами думайте, хорошо ли это или плохо. Вторая система, которая мне вот не нравится. Я вот не знаю, вряд ли это будут признавать, но гамма подсумок это одна из главных причин покупать издание за 5000 рублей. Как бы вторая причина, это большой схрон, поэтому говорить не будем. Это всегда приятно и удобно. Но опять же, гамма подсумок можно получить либо купив у человека, у которого есть максимальное издание за 5000, либо самому приобрести это издание. И в какой-то степени это выкачивание денег из игроков, потому что данная функция, ну как бы выличный подсумок, она дает довольно серьезные преимущества. Не в каком-то боевом плане или тактическом. Все равно преимущество есть, потому что обычный игрок с альфа подсумком кладет туда ключницу, если нашел, а она стоит как бы недешево. Кладет туда аптечку какой-нибудь айфак, кладет туда шину, кладет туда бейсбол. Все, у него весь подсумок забит. Он не может туда ничего положить. Игрок с гамма подсумком спокойно может положить туда папку для документов, либо ключницу. Даже если ключницу, это еще лучше будет. Тот же айфак, тот же ипупрофен, например, та же алюминиевая шина. И что у него в итоге остается? У него остается еще 5 слотов. 5 слотов под все что угодно. Что такое 5 слотов? Это банально можно убрать туда прокачанный пистолет-глок, в случае чего, там и парочку магазинов. Или вообще убрать туда пистолетный кейс и полностью прокачанный глок с двумя магазинами на 50 патронов и еще пачку патронов придать, что закинуть. Так что вот эта механика, мне кажется странным, это просто выкачивание, ну не выкачивание, а вынуждает людей, соблазняет людей приобретать максимальное здание для того, чтобы иметь преимущество над другими игроками. Хоть какое-то странное такое преимущество за деньги, что мне не особо нравится. Кажется мне довольно странным. Ну и вообще сама механика подсумка, то есть ящика, который с тебя нельзя взять, который всегда на тебе и где-то странно находится, выглядит для меня то, что я не знаю как его помещают. Есть мне, конечно, догадка, как подсумок засовывают в ЧВК, что его нельзя там забрать и он не виден на персонажа. У меня есть 5 минут на то, чтобы запихнуть все это в тебя. Туго заходит. Туговато идет. Это того не стоило. Вообще к чему все это иду? Сейчас я делаю ролик про реалистичность, делаю разбор, потому что очень часто есть претензии людей, реалистичная игра, не реалистичная игра, в чем она реалистична. И вот сама механика подсумка, вот она прям сильно начала меня раздражать. Кто-то скажет, типа, а почему ты тогда такой умный играешь с подсумком, почему ты его используешь? Ну, почему я его использую? Потому что все его используют и глупо было бы заранее себя ставить в положение заведомо проигрышное по отношению к другим игрокам. Но почему же тогда я так смело рекомендую? Сейчас у меня на канале проходит стрим, где я играю, так сказать, со своими особыми правилами. И в подсумок я кладу только жетоны и только ключи, ну, ключницы с ключами. Ничего ценного туда не кладу, и как бы я не особо испытываю каких-то трудностей, я не особо страдаю в этом плане, что я не боюсь потерять плут. И я рекомендую всем людям не бояться потерять, потому что всегда можно найти, всегда можно вынести, всегда можно заработать. Оправдание, что подсумок существует для того, чтобы люди даже при смерти что-то выносили, мне кажется странным, потому что игра должна, наоборот, поощрять игрока выживать. Поощрять игрока выходить победителем, а не надеяться на какой-то магический кейс, задний карман, который вмещает бесконечное, ну, ладно, бесконечное, огромное количество всего и особенно всяких ценностей. Так что я лично за то, чтобы от подсумка отказались, я лично за то, чтобы оставили только слот для ключницы или, например, жетонного кейса, просто два отдельных маленьких слота. Мне кажется, что данная механика не влияет прям так серьезно в положительном ключе на геймплей, она влияет больше в отрицательном ключе из-за причин, которые я описал в начале ролика. Так что, надеюсь, вы меня поддержите в этом плане, потому что я считаю, что подсумок не нужен именно в том виде, в котором есть сейчас. Или хотя бы нужен, но сильно в ограниченном варианте, то есть ограничить во всех подсумках то, что туда можно положить. Оставить, например, просто медицину, оставить ключницу, оставить папку для документов, оставить жетонницу. То есть, сделать именно вот такой вариант, мне кажется, геймплей это только улучшит, геймплей это не ухудшит. Мне кажется, так будет лучше. Не знаю, согласны вы со мной или нет, не знаю, как вы считаете. Так что, если вы согласны, ставьте лайк. Если вы не согласны, пишите в комментариях свое мнение по поводу данной механики. Подписывайтесь на канал, приходите на трансляции на моем канале. Смотрите, как я страдаю и играю как ДЦП дурачок, потому что это уникальный контент, все стримеры тачат, а я один туплю. Всем большое спасибо, подписывайтесь на канал, нажмите, пожалуйста, на колокольчик, вы мало его жмете. Всем большое спасибо и я слежу за вами. Также хотел выразить огромную благодарность данным товарищам, которые поддерживают мой канал не только рублем, но и тем, что присутствуют на всех, почти всех моих стримах часто присутствуют и поддерживают меня. Большое, ребята, спасибо, большое спасибо, что поддерживаете, я постараюсь оправдать ваше доверие. Спасибо. 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 Спасибо.